Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика на 6 ноября 2024 год. Выборы выборами в Америке, а у нас продолжается война и наши очень конкретно насыпают расшистам. В Донецкой области тяжелые бои наши останавливают расшистов практически везде. В Луганской области частично переходят в контратаку. В Курской Народной Республике тоже бои довольно тяжелые. Расшисты по некоторым данным уже использовали несколько раз северокорейских вояк. Пока, честно говоря, корости из них там много не было, но вот да, факт остается фактом. Дальше расшисты рассказывали о том, что они пытаются перейти в наступление в Запорожской области. Ну, скажем так, попытки были, но они сразу же были отбиты. И помножены на ноль вместе с теми, кто пытался наступать. Что же касается по Херсонской области, тут я в материале лучше, потому что у меня там человек на островах сейчас. Что вам сказать? Ситуация следующая. За острова идут бои с использованием дронов, артиллерии. Там тяжело, но наши им насыпают очень и очень конкретно. Да, вот так вот. Потери путирастов, как обычно, большие. Как всегда, больше тысячи. Тут даже не о чем говорить. Штурмы, которые они проводят, штурмы чисто мясные. Ну, сейчас увидим. Потерям лишнего состава и танков. И, собственно говоря, посмотрим, с чем мы приходим, как говорится, к приходу новой администрации. Новая администрация в Штатах будет через два месяца еще. Аж 20 января. Это еще не скоро. Вопрос тут следующий. Что захочет сделать и захочет ли вообще хоть что-то сделать администрация Байдена до того, как она пойдет на выход. Вот это, как говорится, такой вопрос трудно сказать. Знаете, давали в течение всей войны помощь. Да, давали помощь? Да, давали. Я не спорю. Сколько давали? Угу. Ну, все говорят. Да, по чайной ложке. Чтобы, не дай бог, Путин не проиграл. Ну, вот и я же за это. Вот. Поэтому такое. Сейчас вроде бы что-то должны дать, потому что выделили один раз 425 миллионов. Потом выделили 400. Потом еще 425. Вот. Я не знаю, насколько это все поступит сейчас к нам. Будем посмотреть. Будем посмотреть, как это все будет выглядеть. Вот. Насколько эта администрация уходящая в чьи интересы и как она будет защищать. Но не хочу ничего сказать. Будем посмотреть. Да, все, что я говорю. За вчерашний день Белого Контропоплина отправлено курсом русского военного корабля 1250 вооруженных путинских федерастов. И общее количество путинских боевиков, которые зашли в Украину убивать женщин и детей, но что-то у них с этим, как говорится, не срослось, теперь составляет 702 900 голов. Вчера же было уничтожено 6 российско-фашистских танков. Всего 92400. Гигантское число. Не ожидал такого Путин. А может ожидал, кто его знает. 11 бронемашин было уничтожено за день. В основном Донецкая область. Всего 18592. Большое количество соотношения потерь личного состава и техники мы видим прекрасно, что все, кого они посылают на забой, идут, как говорится, пехом, как правило. Ну, как они используют в большинстве случаев маршрутки, эти самые маршрутки, я говорился, БТРы как маршрутки. 20 пушек за вчерашний день у Путина. Ствольная артиллерия от минусованного всего 20 170. Самолеты, вертолеты, старые данные 369 329. По беспилотникам работаем активно. 57 штук за вчера 18 366 всего. Тут надо опять-таки сказать, что сейчас очень серьезно работают наши рэбы. Поэтому, ребята, не удивляйтесь, если в вашем городе не будут работать во время атак расширством мобильные телефоны, как следует, и другие гаджеты. Об этом предупреждает генштаб. Сейчас очень серьезно работают наши рэбы. И чуть не половину, скажем так, обезбашенных, обезбашенных, да, знышкодженных, вот так вот скажем, да, беспилотников. Не механическим образом этого добиваются, а именно тем, что воздействуют на них радиоэлектронным способом. 55 единиц автотехники за вчера всего 28 333 и 3588 единиц спецтехники за вчера одна штука. По кораблям нет новых данных, хотя мы знаем, ну это за вчера данные, как бы, знаем, что сегодня был прилет в Каспийске в районе, не в районе, а прямо возле, как минимум возле борта одного из ракетоносцев. Возможно, рядом стоял еще один, и пролет был в него. Как только мы узнаем, что же там действительно произошло точно, обязательно дадим вам знать, потому что там стояло, там реально стояло два ракетоносца. Попадание, ну как минимум было в трех метрах от одного из них. Еще раз говорю, куда оно попало, пока ждем. Наш самолет, а дрон прилетел очень точно. Так что ждем новостей, но эти уже корабли, они появятся в завтрашней сводке, сегодня их не будет. Ну а Путин что? Путин продолжает гасить свою армию в Украину, надеясь захапать тут, захапать там что-нибудь и прийти к переговорам с наилучшей переговорной позицией. Получится ли у него что-нибудь? Нет, ничего не выйдет.